Мир вам, братья и сестры! Слава Богу за эту возможность. Я хотел перед молитвой прочитать несколько мест из Священного Писания. Я буду читать Луки, 4 глава, 17 стиха. Луки, 4 глава, 17 стиха. Ему подали книгу пророка Исаии, и он раскрыл книгу, нашел место, где было написано. «Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благоветствовать нищим, послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленам освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И закрыл книгу, отдал служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. В этом месяце, когда готовился к первой моей проповеди, я читал вот место пророческое, вот мы прочитали то, что исполнилось с Иисусом Христом, об Иисусе Христе, а сам пророк Исаия, он пишет в 61 главе именно это место, о Мессии, о Израиле, Иисусе Христе. И вот все точно так же начинается первый, второй стих, и третий добавляется, я хотел еще третий прочитать стих, 61 глава Исаия, третий стих. «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача и елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Здесь говорится о служении Иисуса, когда Он будет проповедовать это слово, как Он принесет радость, кто потерял надежду, исцеление, прощение грехов, новую жизнь. И вот в дальнейшем здесь и назовут их тех, которые коснулось это слово сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. Знаете, когда вот в России открыта была дверь благовестия, те люди, которые услышали, с жаждой приняли это слово, они обратились к правде, к слову Господа. Знаете, их можно назвать именно этими словами «насаждением Господа во славу Его». Почему я так думаю? Потому что через них очень многие пришли к Богу. Неверующие люди, которые приняли Христа, они приглашали других, они делились вот этой вестью. Знаете, и поэтому я как-то рассуждал об этом, назовут их насаждением Господа во славу Его. Столько они принесли славы имени Господа Иисуса Христа. Нам, братья и сестры, так знакомо вот это слово «насаждать», «поливать», «полоть». Знаете, потому что это наша жизнь, кто жил там, в Союзе. Мы всегда, каждый год это делали, пололи. Иногда, знаете, мы полим здесь, когда поливаешь, видишь траву, ты полишь. Как-то поливал у нас в ярде, кирпичом выложено, и вот иногда мусор попадает между кирпичами, и там начинает расти трава. Но такая мелкая. Вот я начал вырывать ее, вырывать. Увидела это моя внученька Зоя. Знаете, и она склонилась, на коленке встала и пыхтит, вырывает вот эти вот травку эту, которая не нужна, это ссор. Знаете, через недельку она пришла, она опять пришла и опять начала дергать. В следующий раз пришла и опять дергает. Знаете, насадилось в ее сердце, что это нужно делать. Знаете, вот дети смотрят, они копируют нас. Мама на кухне делает, решила сварить в печь блинов, и замешала, и начала мешать. Она увидела, говорит, можно, бабушка, я буду. Ну хорошо, ну делай, делает, крутит, вертит, вертит, вертит. Хватит? Нет, еще. Хватит? Еще. Ну теперь хватит она. Ну вот, какой блин получился, говорит. Дети копируют, стараются подражать своим родителям, в огород пошли, внучки пошли, смотрят, что бабушка делает, ямки, содят. Знаете, вот это вот, говорит, бабушка, можно и мы будем? Вот семечки ложат, закапывают, потом смотрят, вот насаждение в душе происходит детей. Как это важно, братья и сестры, когда цветет все, потом растет. Иногда смотришь, как вот это насаждение, удивляешься, вроде один кус, там сотни помидор, или же вот огурцов, насаждение, знаете, удивляешься, как это может быть? Это прекрасное насаждение, цветы, которые мы садим, это красота. Или здесь цветы в церкви, сестры наши садят, какая красота это, когда они вырастут, когда их поливаешь, как они цветут. И красота вот это, братья и сестры, это насаждение, они делают для славы Господа. Знаете, вообще Господь создал нас, братья и сестры. Вот Исайя, 43 глава, 7 стихом, здесь говорится о народе его, смотрите, как написано, «Каждого, кто называется моим именем, какое сотворил для славы моей, образовал и устроил». Оказывается, Бог народ свой, для чего он создал? Сотворил для славы его, чтобы они вот этой славой Господом могли делиться окружающими. И еще в этой же главе, 21 стихом написано, «Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою». Братья и сестры, как это приятно, возвещать славу его. Знаете, но он не исполнил свою обязанность, народ израильский, если мы читаем Иеремия во 2 главе, 21 стихом, там написано, «Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя, как же ты превратилась у меня в дикую отрасль!» Как же это произошло? Знаете, Бог все сделал для него, а Израиль не исполнил свое предназначение. И знаете, когда мы читаем в Исаии 5 главе, помните там песни о винограднике, Бог все сделал. Он насадил отборное семя, отборную лозу, Он приготовил точило для того, чтобы пользоваться этим. Знаете, «А этого не произошло!» И Он говорит такие слова, «Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, что я бы не сделал?» Что? Это 4 стих 5 главы. 5 стих, Он говорит, «Итак, скажу вам, что сделаю с виноградника моим, отнему у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем, я оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчинцами, и повелю облакам не проливать на него дождя». Это определение Бога о народе израильском. И смотрите, «В винограде Господа Савофа есть дом Израилев, мужи Иуды, любимое наслаждение его, любимое наслаждение, но они не принесли плода для своего Создателя и Творца». И поэтому апостол Павел, иногда мы христиане осуждаем их, часто, но апостол Павел в 11 главе с 13 по 18 стихи, он там описывает, чтобы мы имели страх, чтобы мы посмотрели, видишь строгость благости и строгость Божию, строгость отпавшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Если, знаете, мы не пребудем вот этой благости, и получится с нами то, что произошло с Израилем, знаете, отвержение их и принесло богатство миру для нас, то, что произошло с Израилем, это огромный урок и благословение для нас, братья и сестры. Он насадил нас, чтобы мы могли приносить плод. Знаете, 52-й Псалом, 10-м стихом и 11-м там написаны такие слова, которые мне очень понравились. Смотрите, как написано, «А я, как зеленеющая маслина в доме Божием, уповаю на милость Божию во веки веков». И 11-й стих, «Вечно буду славить тебя за то, что ты соделал и уповать на имя Твое, ибо оно благо предсвятыми Твоими, зеленеющая маслина в доме Твоем». Братья и сестры, мы сегодня в доме, в церкви, и мы, как прообраз вот этой зеленеющей маслины, мы должны приносить плод для славы Господа. Маслина, и она до 10 метров, иногда бывает чуть больше. Маслина, она, знаете, приносит оливки, и из оливков делают масло. Масло, которое употребляется очень много, братья и сестры. Из этих маслин, оливок делали чистый елей помазания. Везде употреблялся этот елей. И здесь говорит, что я, как зеленеющая маслина в доме Божьем, буду уповать на Господа. Ну это, буду славить Тебя, Господи, братья и сестры. Если мы, Он содел нас вот этой маслиной, мы могли прославлять Его. Вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал. Соделал Бог многое для нас. И не хотелось, чтобы получилось так, как у израильского народа получилось, братья и сестры. Как Он отвер Господа. И Псалом 83, 5 стихом, здесь говорится о чудной такие слова. Блаженные, живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Мы должны восхвалять имя Господа. Служить Ему, поклоняться Ему. Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце сези направлены к Тебе. В сердце сези направлены Тебе. Какие это сильные слова. Проходя долину плача, они открывают неисточники дождь, покрывают ее благословением. Те люди, которые насаждены для Господа, для Его славы, они открывают источники благословения. Дождь покрывает благословением и их, и тех, кто находится с ними. Они приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Знаете, еще одно прекрасное место, говорится, которое, вы все знаете, это место, это Бытье 49, глава 22 стихом, об одном молодом человеке, Иосиф, отрас плодоносного дерева, отрас плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною. Знаете, его Слово Божие называет источником плодоносного дерева. Это не даром Яков благословляет своих сыновей, он обращает, два раз подчеркивает, это особо вот этого молодого человека, то, что он имеет особое благословение, благословение плодоносной его жизни. Божественное, сестры, откуда он нашел силу приносить плоды, казалось, жизнь его была сухой, когда он был рабом, когда он скитался, делал то, что ему говорили люди, у кого он был рабом. Знаете, у него был один источник, он был как дерево, которое посажено у источников воды, он находил вот этот источник в своем Боге, знаете, поэтому он приносил плод, он приносил плод, через его жизнь это было спасение страны Египта, Ханаанской земли, многих окружающих народов, страны приходили покупать за хлебом, это был особый благословенный человек, он находил, находил черпать вот это утешение и силу в своем Богу, в Боге своем, приходя от силы в силу, когда было очень тяжело, он черпал вот этот источник живительной влаги из земли, знаете, он питался, он находил утешение, поэтому Бог уберегал его, вот эта сила, которой Иаков, когда он был еще мальчиком, знаете, он сумел насадить в эту юную душу страх Божий, Иаков сумел насадить, и оно теперь приносило плоды, когда ему было очень тяжело, он бежал к этому источнику, чтобы напитать свою душу, чтобы не надорваться, чтобы, знаете, не воздать злом за зло тем, которые обижали его, это был благословенный человек, отрас плодоносного дерева, он сегодня служит для нас благословением, знаете, еще в Псалме первым, третьим стихом написано, что тот человек, который питается этим Словом Божиим, кто размышляет о нем, будет он как дерево, третий стих первого Псалма, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой, во время свое, и лист которого не вянет, во всем, что он не делает, успеет. Вот откуда люди эти читают, питают эту живительную влагу, влагу, которая мы воспринимаем эту влагу от нашего Господа, от закона его, братья и сестры, и ремия, еще он говорит, что эти люди, которые пускают глубоко корни, это в 17 главе 7-8 стихом, они пускают свои корни, где вот эта вода, где вот эта влага, и поэтому они питаются этим, они поэтому никогда не зеленеют, они никогда вроде и не стареют, потому что они питаются вот этой живой влагой, Словом Божиим, общением с Богом, насаждением Господа во славу Его, он один из тех, кто действительно был этим насаждением во славу Господа, поэтому он пример на все поколения, братья и сестры, Слово Божие еще нам говорит в Евангелии от Иоанна 15 главе, мы читаем такие слова с 5 стиха, вообще оно с 1 главы по 8, но чтобы сохранить время, Он говорит, Иисус говорит, Я есть истинное, Я есть младавы ветви, кто пребудет во мне и я в нем, тот приносит много плода, без меня не можете делать ничего, тот, кто пребудет на этой лозе, кто питается вот этим соком, братья и сестры, тот приносит много плода, поэтому я хочу побудить вас питаться вот этим живым соком Слова Божьего, тогда и наша душа, она расцветет, как эти листья вечно будут зелеными, 6 стих, кто не пребудет во мне извергнется, вон, как ведь и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь и они сгорают, 7 стих, если пребудете во мне и слова мои вас пребудут, то чего не пожелаете, простите и будет вам, смотрите, какие эти чудные слова, пребывать в Господе и Господь пребудет в нас, любить вот это слово его, оно будет производить в нас работу, мы будем приносить плод нашему Господу, насажденный насаждением Господа во славу его, тогда мы будем, вот эти пророческое слово для тех, кто пришел к Господу, тем прославится Отец мой, 8 стих, если вы принесете много плода и будете моими учениками, принося плод, мы приносим славу нашему Господу, Он создал нас для славы Его, поэтому здесь говорится вечно буду славить тебя, братья и сестры, мы должны прославлять нашего Господа, еще одно место, которое записано в 91 псалме, там тоже говорится о праведнике, что он будет как ну пальма, братья и сестры, пальма, которая пускает корни свои несколько десятков метров, не только вот нижней воды, она доходит корнями до глубоких глубоких вод, и тогда она тоже зеленеет, лист ее не вянет, знаете, в земле есть не только вот влажная земля, но есть вода там есть, братья и сестры, бывают даже озера, когда мы уехали, когда я работал когда-то в шахте, и там комбайн рубил под землей 200 метров, и вот наткнулся он на озеро, и, знаете, пошла огромный поток воды, и так получилось, не знаю, что вот эта вода, подземное озеро, она затопила всю шахту, там на километры, пришлось ехать, вот, знаете, когда спускаешься, 40 минут до работы, и это, знаете, все эти уровни, там несколько уровней, вот эта вода, она затопила, вот пальма добирается вот до этих глубоких вод, и поэтому ее листья зеленые, она приносит плод, она приносит радость, вот праведник, он питается вот этой влагой, она, влага идет через корни и до самого верха, и она приносит плоды, поэтому вот слово наше говорит, назовут их сильной правдой, насаждением Господа во славу Его, как хотелось, чтобы я и вы могли насаждением Господа во славу Его, пусть Бог поможет нам в этом, пусть имя Его будет благословенно в нас, поклонимся Господу нашему, помолимся, аминь.